Да не смотри оформление и жёстко прокомментируй его. О, была обсылка, я бы тёблю, в принципе, может быть даже что-то посмотрел, да? Я начинаю свою новую серию PvP 1 на 1 по Майнкрафту. Эволюция PvP. Йоу, здоровый народ, сами как всегда я клаунер. PvP. Почти всё, что у нас есть в Майнкрафте, связывает нас с этим словом. Ведь если бы не оно, мы бы никогда не увидели наши любимые мини-режимы, сервера. У нас бы не появилось много новых друзей, мы бы не потеряли часами на серверах, набивая стату, либо пытаясь занять топ-1, или хотя бы чуть-чуть приблизиться к топу. Пвп хуйня. Но против игрока или же PvP стала отправной точкой всего комьюнити Майнкрафта. И в сегодняшнем видеоролике я вам расскажу и покажу, с чего всё началось, как повлияло на это, и что мы имеем на сегодняшний день. Но я вам желаю приятного просмотра. Поехали. ...попробовали игру, и впервые попробовали сыграть один на один. Что ж, переместимся в 2010 год, и посмотрим, как это было. А шо тут, как тут было? Ну шо вам объяснять? Блин, бряли и месили всех мечом, всё подряд. Ну шо тут говорить? Прикол. Ахаха, сейчас как будто большая разница вот здесь, да? Просто текстурки другие. Охренеть, вау. Вау. Хоу, щит. ...пвп стала первым самым популярным пвп-режимом и мини-игрой в 2011 году, и притянуло корни до сегодняшних дней. Игроки постепенно учились использовать супы, лучше аимиться и, конечно же, кликать. Время шло. Наступил 2000... Я считаю, что я могу быкануть, потому что пвп не эволюционирует как раз-таки из-за тех серверов, на которых мы все познакомились, иля-ля-ля-ля-то-поля. Потому что там до сих пор система пвп не изменилась, и, ну, вот, извиняюсь, да, вот, гораздо интереснее было бы с кем-нибудь драться, если бы все при равных условиях махали бы мечом по-разному. Но, видимо, основную аудиторию шкалатронов это не интересует, и поэтому все до сих пор на 1.8 такое чувство играют. Хайпиксель на 1.8 стоит, да и все вообще, в принципе, сервера. Что тут говорить, да? Вот, то есть, ну, мне вот это стоит вообще что-то смотреть. 12-й год. Все больше и больше интереса игроки уделяли такому режиму, как суп пвп. В этом году зародилось огромное количество популярных зарубежных ютюберов, которые снимали пвп-контент, связанные с супами. Какой стильный черный парень. Может, тогда на серверах появились первые читеры. Первые читеры... Читаки читаками, а игра не стояла на месте. Начали появляться новые мини-режимы, главной сутью которых оставалось соперничество игроков. К примеру, появились всеми нами любимые голодные игры. Копец! В голодных играх не пвп было самое главное, а самое главное что-нибудь было лутануть нормально, реально. Копец! Рип! На пороге 2013 год. В топ режимов по пвп входит ноут дебаф. Просто всем захотелось разнообразить эти супы и попробовать что-то новое. И это было одно из самых правильных решений на тот момент, потому что ноут дебаф стал одним из самых популярных режимов. О, я в первый раз, блядь, слышу! Я в Майнкрафте сто лет! Он и серый бедлеон. Русские же игроки играли на кристалликсе. Всем доброго времени суток, уважаемые зрители! О, всем доброго времени суток! Мы на кристалликсе! Кристалликсе! И поспички наших каналов. Мы снова до мастера. И террасив, всем привет! Здорово, привет! Ну вот смотрите, вот то есть, давайте так, ну... Перейдем к 2017 году, который выглядел примерно вот так. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня... Сказать... Скайвар, СГ и каких-то практикс... Ну то есть, вот смотрите, вот он рассказывает про 2017 год, да? Ну и в принципе, вот он рассказывает про 2012 год. Вот это вот, видимо, 2017 год. А вот это, кстати, про 2012 год. А вот тут, вот он уже, наверное, про 2018 рассказывает, да? То есть, вот здесь. А вот тут, вот где-то, вот это вот, это 2013 год. То есть, вот здесь, вот видите, лавой разлил. Ну, вообще нету ничего, ну, то есть, бан. Я думаю, это бан, определенно бан. Я хочу, чтобы закончился дождь, не хочу прием в армию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова